В ледяном щите Антарктиды исследователи выявили дыру размером примерно 90 тысяч квадратных километров, происхождение которой заинтересовало научный мир. Сама дыра появилась приблизительно 9 сентября 2017 года в близ моря Уэделла, являющегося окраинным морем Атлантического сектора Южного океана. Специалисты отмечают, что похожее явление наблюдали в этом месте в 70-е годы XX века, однако имеющиеся в те годы технологии не позволили изучить его детально, так что загадка осталась неразгаданной. По мнению руководителя климатической программы Всемирного фонда дикой природы России Алексея Кокорина, полынья могла появиться вследствие возросшей температуры в этой части Антарктиды. Образованию именно такой дыры могла способствовать геометрия льда в данном районе. В большинстве случаев формирование столь крупных отверстий происходит недалеко от границы льда и моря, однако новое образование было найдено в нескольких сотнях километров от линии раздела. По словам Кокорина, явление в конечном итоге может быть связано с глобальным изменением климата. На данный момент Антарктида является самым загадочным материком и привлекает ученых со всего мира пока неизвестными науке процессами, происходящими на нем. Ранее мы рассказывали об открытии учеными из Эдинбургского университета более 90 вулканов на поверхности Антарктиды, скрытых двухкилометровым слоем льда. Дальнейшее наблюдение за вулканами позволило получить доказательства того, что вулканы ранее извергались и на текущий момент находятся в спящем состоянии. Ученые обеспокоены своей находкой, ведь извержение любого из вулканов Антарктиды способно растопить большое количество льда за довольно короткий промежуток времени, что ускорит повышение уровня моря. Также у ученых вызывает тревогу текущая тенденция потери льда ледниками Антарктиды. Как говорится в докладе ученых «АллатРа Сайенс» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле — эффективные пути решения данных проблем. Еще недавно, в конце XX века, некоторые ученые выдвигали различные гипотезы и теории о постепенном изменении климата. Но на практике все оказалось несколько иначе. Тщательный анализ роста числа природных катаклизмов, экстремальных погодных явлений по всему миру, а также статистических показателей космических и геофизических параметров за последние годы, показал тревожную тенденцию к их значительному увеличению за короткий промежуток времени. Эти данные свидетельствуют, что выдвинутые рядом ученых предположения касательно того, что изменение климата Земли в течение ста лет и более будет носить постепенный характер, неверны, так как по факту этот процесс происходит гораздо динамичнее. На сегодняшний день у человечества появилась уникальная возможность построить качественно новое мировое сообщество, основанное на братстве, дружбе и взаимовыручке. Суть этой возможности — добровольном объединении людей на основе духовно-нравственных ценностей. Таким инструментом, объединяющим людей, является глобальное партнёрское соглашение «АЛЛАТРА», созданное на основе знаний, изложенных в книге «АЛЛАТРА» и в семи основах «АЛЛАТРА». Принятие глобального партнёрского соглашения «АЛЛАТРА» предполагает прежде всего работу человека над собой, изменение своего мышления на позитивно-созидательное, готовность подтвердить свой выбор активными действиями, руководствуясь понятиями честь и совесть. Данная инициатива исходит из внутренней потребности человека утвердить в своей жизни духовно-нравственные ценности, а также желание построить общество нового типа, основой которого будет объединение всех народов на принципах дружбы и взаимопомощи. Каждый человек, независимо от своего вероисповедания и социального статуса, может принять участие в масштабных изменениях, которые приумножат нашей цивилизации человечность, мир и радость созидания как основные жизненные ценности.